Эти добрые люди Австралию открывали все, кому не лень Первыми ее, естественно, открыли аборигены После аборигенов Австралию долго никто не открывал Потом туда приплыл Вильям Янсен Вслед за ним появились Абель Тасман, потом Джеймс Кулк и многие-многие другие Кто же все-таки был первым открывателем Австралии? Об этом мы сегодня и поговорим с моими гостями Натальей Скоробогатых и Ольгой Артемовой Ольга Артемова окончила исторический факультет Московского государственного университета Работала библиографом в Государственной публичной исторической библиотеке Заместитель директора учебно-научного центра социальной антропологии Автор научных книг и публикаций Доктор исторических наук Наталья Скоробогатых Окончила исторический факультет Московского государственного университета Кандидат исторических наук Старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Автор монографий и публикаций, в том числе Вехи конституционного пути Австралии и История Австралии Австралии Итак, кто же был первый после аборигенов? После аборигенов, но явно до голландцев Здесь у берегов Австралии появлялись корабли других европейцев Португальцев Португальцев, испанцев И еще до них, судя по некоторым признакам Сюда, к северному побережью Австралии Приплывали малайцы и китайцы Во всяком случае, археологические находки в этом районе Австралии Подтверждают именно эту версию Но письменных доказательств этого пребывания Вот помимо археологических находок К сожалению, никто из этих народов предоставить не может И, к слову сказать, упомянутые вами португальцы Тоже говорили о том, что они являются первооткрывателями Австралии Ну, на основании, скажем так, косвенных данных Секретные карты, знаменитая поэма Лузиады Национального поэта Португалии Камонша Первым европейцем, вступившим на землю Австралии Был, безусловно, голландец Янсен Ну, это как бы официально подтвержденный факт А что там оставили китайцы, когда заплывали, я так полагаю За рыбы, за трепанги Трепанги, трепанги Оставили они своих нефритовых башков И они атрибутированы по какому-то времени Да, совершенно верно, где-то 15 век Ну, сам Бухель, в общем-то, недалеко А там же малайцы были, постоянно Они приезжали за боги магасарские, за трепангами За морскими огурцами Все побережье освоили, немленда Они сады разводили, вернее, огороды, я ошиблась, конечно Они пытались приобщить к этому аборигенов И поэтому аборигенов очень много всяких об этом рассказов А, ко всем прочему, у них еще отразилось во внешнем облике Поскольку это приплывали на мужчины Соответственно, были связи И рождались дети И значительная часть аборигенов несет в себе индонезийскую кровь Поэтому это все, как бы сказать, документально подтверждено Португальцы, когда они приплыли в Японию Освоили Японию и решили сплавать вниз Ну, это во время еще кругосветных первых путешествий В общем-то, Австралия оставалась чудом в стороне от этих первых каравел, которые сюда приплывали И открытие Австралии как континента, собственно, действительно состоялось позже по ряду причин Хотя европейцы, уж если говорить о догадках европейцев Что такое Австралия, где она была и когда Догадывались о существовании этого южного материка, великой южной земли Еще, в общем-то, времена античности И вот, ну, классический труд Кладия Птолемея, ученого из Александрии Греческого географа и астронома Он был крайне популярен в средние века в Европе Аль-Магест, вслед за арабами называли его европейцы Аль-Магест, то есть величайший греческого Действительно рассказывал о том Выдвигал гипотезу о том, что в южной части земного шара Должна быть огромная южная земля Какова она собой, никто толком не знал И, собственно, предположение Клавдии Птолемея сводилось к следующему Что это противовес всей северной части Простирается этот огромный материк Закрывая как шапкой южный полюс И, по его версии, соприкасается с южной оконечностью Африки и Азии Таким образом, Индийские океаны Атлантика становились внутренними морями И вот такие представления о южной части Да-да-да, южная часть нашего земного шара Они дожили до Средневековья Клавдий Птолемей Древнегреческий ученый Клавдий Птолемей разработал так называемую геоцентрическую систему мира Согласно которой все видимые движения небесных светил Объяснялись их движением вокруг неподвижной Земли Большую часть жизни ученый провел в Александрии Где производил астрономические наблюдения Основное сочинение Птолемея по астрономии Великое математическое построение астрономии в 13 книгах Уже в 1570 году на карте, знаменитой карте, часто репродуцируемой Карте Фламанца-Артелия Как раз этот южный материк, огромный Он приближается к размерам и по параметрам Вот к тому, о чем писал еще Клавдий Птолемей во II веке н.э Ну и вот то, что манило сюда европейцев Уже в эпоху великих географических открытий Золото, пряности, да-да-да-да-да Мешок перца и так далее Не только это, многие сюда приплывали в поисках Этой вот магической, мистической, таинственной Южной Земли, которую еще вот как раз Птолемей назвал Терра астралис или астралис инкогнито Ну да, ну Птолемей это сам Бог вилял с той точки зрения Что и Платон рассказывал об Атлантиде И можно было предполагать все, что угодно И все было бы воспринято за чистую монету А вот Вильяма Янсена-то, насколько я понимаю, занесло туда случайно Нет Это просто целенаправленное плавание Звонамеренно плывал в Австралию Да, у них было свои владения в Индонезии И они отправили туда специальную экспедицию Но все-таки есть основания думать, что за несколько месяцев Может быть даже за год до Янсена там был Торос Да, безумно И в этих же местах, где-то на севере Кейп-Йорка И интересно, что, и португальские какие-то заплывали Интересно, что найдены наскальные изображения аборигенов Где суда очень напоминают португальские по форме И это опять-таки не документ, но некое свидетельство Судя по всему, одно из португальских судов Потерпело катастрофу вот здесь, в районе северо-западного побережья Австралии Именно здесь, в 1916 году австралийские нарядчики, археологи подводные Обнаружили пушки, сделанные в Португалии в 15 веке Вот поэтому как раз сомнения относительно открытия португальцев Были в какой-то степени развеяны И подтверждено, что да, действительно, если высадка неизвестна была или нет Но то, что они проходили вблизи берегов То есть, если Колумб открыл Америку в 1492-м То они сюда приплыли раньше? За несколько лет раньше ажгаланцев Ну, может быть, совсем небольшая разница Плюс-минус, ведь, собственно, тогда Португалия и Испания, они делили мир Что хотели, то и делали, да Ну, не совсем, что хотели, они воевали за то, чтобы делать, что хотели Ну да И по Тардасильянскому договору линия раздела владений проходила по Атлантике На восток Португалии, на запад Испания Собственно, вот отсюда и расхождение в разные стороны Дан приказ ему на запад, в другую страну И как раз поиски Великой Южной Земли В противовес, так сказать, Индии В противовес богатству португальскому И привели Луиса до Торреса вот сюда, к берегам Австралии Де Кирос был католическим фанатиком Он искал эту землю с тем, чтобы ее христианизовать И он якобы нашел эту землю Ну, теперь, правда, она называется несколько по-иному Он-то ее назвал Великая Южная Или, точнее, Австрийская земля Святого Духа Теперь это новые гибриды Он написал о том, что вот он, наконец, нашел Ту самую искомую, богатую землю Всем, чем можно и чем нужно для Испанской короны И поспешил вернуться в Мадрид Оповестить об этом своих покровителей А в числе покровителей был не только Испанский король Но был еще и Папа Римский в то время Именно он благословил вот эту миссионерскую сторону Как бы в экспедиции Де Кирос Новые гибриды Архипелаг из 80 островов в юго-западной части Тихого океана Новые гибриды были открыты в 1606 году Португальским мореплавателем Педро Киросом В 1774 острова были исследованы Джеймсом Куком И названы им новые гибриды За гористый вид берегов Напоминавших гибридские острова в Европе Они все-таки искали не столько южную землю Сколько, вот, задача первой португальцев была найти Индию А Индия, они знали, лежит севернее Поэтому они проходили плавно мимо Австралии И вот Де Торрес был первым, который увидел хотя бы северное побережье Но прошел мимо и оставил след на карте Теперь этот пролив, отделяющий Австралию от Новой Гвинеи Называется Торресом И острова Называется острова Совершенно верно Торресы Совершенно верно Да, но это были еще не совсем открытия Это была так разведка боем, что называется И еще была одна разведка боем Судя по всему, опять-таки, на восточном побережье высаживались полиензийцы Им там не понравилось Или они благородно поняли, что там живут другие люди Они уехали Или их подели дубинками деревян Я думаю, что они сами могли это тоже дать отпор Я думаю, что они поняли, что земля занята Они искали свободных земель И они уплыли к северу Плюс климат Австралии для полиензийцев все-таки был немножко не столь привычным Вот насколько я себе представляю Полиензийцы это все-таки люди тропиков, скажем так А здесь, на восточном побережье Австралии Климат все-таки, особенно в южной его части Прохладный Прохладный К таким серьезным экспедициям, наверное, все-таки можно отнести работу Авеля Тасмана Потому что, на мой взгляд, никто так скрупулезно, долго и не всегда удачно занимался открытием Австралии Авел Тасман – голландский мореплаватель на службе нидерландской остынской компании Командуя торговым кораблем, плавал в морях Восточной Азии, доходя на севере до Японии Позже Тасман возглавил экспедиции, исследовавшие Океанию и Австралию Задачей первой экспедиции 1642 года были поиски неведомого южного материка В ходе которой были открыты Тасмания, западный берег Новой Зеландии, острова Трикингса Тонго, остров Фиджи и другие Вторая экспедиция Тасмана открыла южные и западные берега залива Карпентария, северо-западный берег Австралии Обе экспедиции доказали, что Австралия – единый массив суши, никак не связанный с другим материком Высадка первых голландцев была в районе залива Карпентария Вот это вот восточная часть Кейп-Йорка, вернее не восточное, а западное побережье И опять-таки здесь аборигены Аборигены спугнули голландцев, потому что приняли они их в штыки Не сразу На самом деле не сразу Не сразу, конечно Там возникло какое-то столкновение Сначала они были достаточно дружелюбны Потом в связи с какими-то там неправильно поинутыми действиями Или может еще возникло столкновение Был один человек убит И только после этого начались конфликты, из-за которых они вынуждены были удалиться И так всегда было Ну и у Тасмана было то же самое Когда захватили шлюпку Боцман и, по-моему, пара матросов спаслись Остальным не повезло Ну, потом кука съели Ну, это не ели здесь Не здесь Документы мы дойдем до того, где его съели Нет, я говорю просто о форме общения присущей аборигенов Они сначала раздражали наши люди Наши европейцы Сначала раздражали аборигенов А аборигены потом, так сказать, принимали меры Ну да Схема была одна и та же, по-моему, всегда Ну да, и всегда были в большинстве И даже на говаре Здесь, ну, трудно судить Кто как пишет Некоторые пишут, что аборигены первыми начинали Агрессивные действия Кстати, в частности, Кук Вот если мы до него дойдем Он как раз говорил о том, что При нашем приближении Туземцы еще до высадки потрясали копьями Возможно, полинезийцы их уже как бы настроили Я не думаю, что там был очень большой прерыв между тем временем, когда высаживались полинезийцы и тем временем, когда появился Кук Вот эта схема Они же сначала пытались установить соотношения, что-то такое получалось, а потом рано или поздно возникали какие-то, ну, скажем, мягко говоря, непонимания Ну, если говорить о португальцах и испанцах, то поведение этих людей понятно, хорошо понятно По Северной Америке приплыли огнем, мечом Вот именно Да Мессианские настроения По сути, грабеж среди бела дня Заради короны и, собственно, увеселения для Вот, то есть с этим это все понятно А голландцы, в общем, всегда были достаточно толерантными людьми И бизнес, в основном бизнес Безусловно И вот, собственно, их оттолкнуло-то от Австралии то, что здесь бизнеса ты не сделаешь Население недружелюбно Золото и пряностей не видать Впечатление о стране пустая, сухая, безжизненная Диковинные звери, кошки, которые ходят на задних ногах, так они определили, кенгуру И, в общем-то, попытки высадиться вот всегда приводили к каким-то неприятностям Тасмон был твердо совершенно убежден, что вот те части, открытые его предшественниками Земля Ван Диммина, а затем он уплыл к Новой Зеландии, назвав ее землей штатов А затем он открыл ряд островов Тихого океана и вернулся к Новой Гвинеи Вот он считал, что это один огромный материк Вот тот самый Зейдланд, южная земля, которую так долго искали Ну, он, насколько я помню, и до Соломоновых островов доплыл Совершенно верно И до Фиджи Да, да, да То есть он большой был молодец, на самом деле Безусловно Если сравнивать его с Колумбом и с Магелланом, он наплавал-то, наверное, поболее, чем они То есть вот по количеству открытых территорий Нет, но Магелланов Нет, скорее все-таки Магеллан Да, безусловно, экспедиции вот кругосветные, они были более масштабными, скажем так Вот, но значение открытия Тасмана для Австралии, безусловно Ну, землю Вандемина теперь называют Тасманией Ну да И море, которое отделяет две части его, Зейдландо, Австралию и Новую Зеландию Называется Тасмановым морем Да, так что Тасманский дьявол есть Да, тасманистский Тасманистский То есть он каким-то непостижимым образом, как было сказано в одной из работ о нем Умудрился упустить вот эту часть Австралии Да То есть не подплыл Он ее обогнул воем Это была гениальная глобальная экспедиция Но точно так же, как испанцы промахнулись наверху Он промахнулся снизу Совершенно Вот, и причем заплыл, насколько я знаю, достаточно низко Настолько низко, что увидел лед То есть айсберги Айсберги, да Было холодно и страшно И он дальше туда не поплыл Совершенно верно Не он один испугался этих айсбергов, это точно Вообще, конечно, описания, которые у Тасмана, да и у всех остальных путешественников Австралии существуют Они завораживают, потому что люди, европейцы, столкнулись с миром совершенно непонятным им, несвойственным То есть практически сказочным И многие вещи, которые писал Тасман и другие путешественники, они создавали какую-то ауру совершенно потустороннего мира Эвкалипты призрачные Голые деревья без коры стоят Вместо листьев Голландство земли совершенно лишены пресной воды Счеты засекретили, они очень боялись конкуренции Правильно, заметили, что бизнес для них был прежде всего Вот, они боялись конкуренции других европейцев Поэтому все сведения о Новой Голландии, открытиях Тасмана, это было только для них самих Ну да, то есть после смерти губернатора Тасман перестал плавать Он плавал довольно долго, он прожил счастливую жизнь, у него была прекрасная семья Он ушел потом из компании Да, да, да Он ушел из компании, занялся торговлей Но, тем не менее, после смерти МакГивена исследования такие целенаправленные Австралии, насколько я знаю, прекратились То есть они были законсервированы А просто вот не нашли ничего интересного И в целях, так сказать, экономии Раз, во-вторых, секретность именно защиты от конкурентов Мало ли что здесь и потом обнаружится Голландцы даже не провозгласили эти земли своими Вот в чем дело Вот это знак очень такой характерный Ничего интересного нет, мы это законсервируем, посмотрим, что будет дальше Но им долго консервировать не дал Уильям Дампир Вот уж колоритнейшая фигура Если только пират, а то и красавец, и умница И писал, и книжки публиковал, да? Член Королевского, между прочим, географического общества И все гречи ему простили И все простили, потому что его три книги о путешествии к Австралии и вокруг света, которые он осуществил Первое, будучи пиратом Второе, будучи морским офицером флота, простите, Англии тогда еще И третий, опять-таки, как муканер Будучи географом Эти книги были бестселлерами Их продавали моментально Это как Жюль Верн в то время было, по сути Судьба самого Дампира дала повод написать Дефо своего Гулливера И Александр Селькирк, это тоже дело рук Уильяма Дампира Александр Селькирк, это просто для аудитории Это Робинзон Круза Да, 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 совершенно верно Именно он, Дампир, высадил Селькирка на необитаемый остров в качестве наказания Вся классика английская, вся эпоха переходная от Высокого Возрождения к Новому Времени, к Просвещению Вот как бы концентрируется в этой фигуре Александр Селькирк, прообраз Робинзона Круза, героя книги Даниэля Дефо Александр Селькирк родился в Шотландии Он начинал юнгой на галерах, но уже в 1703 году стал первым помощником капитана на небольшой шхуне В сентябре 1704, после ссоры с капитаном, Селькирк был высажен на необитаемый остров Хуан-Фернандес В 400 милях от чилийского города Вальпараиса Селькирк провел на острове 5 лет до февраля 1709 года Пока не был спасен капитаном Вудсоном Роджерсом Удивительно, что такие фигуры, как тот же Колумб, Магеллан, Тасман хорошо известны А Дампьер как-то незаслуженно в нашей истории освоения мира обойден и забыт Убивать не надо и грабить Извините, а Фрэнсис Дрейк чем занимался? А Морган? А многие другие ответственные товарищи? Дампьер как раз с соратниками Моргана и начинал свою карьеру пирата Но в отличие от Моргана, который в конце жизни спился и кончил свою жизнь довольно печально Несмотря на все почести, которые он заработал своим трудом на благо английской короны То Дампьер, будучи пиратом по призванию, милостью Божьей он все-таки был ученый Потому что даже на его портрете, который висит в Национальной галерее в Лондоне Там попись Уильям Дампир, пират и гидрограф Естественно И по его книгам моряки плавали в долгие-долгие 17-18 век, используя их как лоции А уж его описание Австралии, то, что вы хотели, Боже мой, да все, что хотите Но нам и не понравилось Почему? Очень не понравилось, потому что пустынная, неблагодатная Недружеблюбное население Ведь он когда? В первый раз, в 688 году он высадился Второй раз в 1700-м В 1699-м В 1703-м начал выходить его книги Но не важно, важно только одно Ведь это было почти за 100 лет до Кука Не понравилось, это же были англичане Не понравилось И он ее так представил, что нечего там, собственно говоря, сделать И поэтому еще столько лет прошло И точка зрения на аборигенов уж вот такая негативная Негативная и на землю Она неблагодатная, неприветливая, ничего хорошего там нет Ведь в 605-й, да, первая высадка В 66-й Потом, значит, в 688-й, 1600 И только в 1770-м какое-то, так сказать, плодотворное открытие Ну, оно было связано тоже с поиском вот этих вот южных территорий Которые, так сказать, Англия уже искала целенаправленно И провозгла с тем, чтобы здесь создать свою колонию И здесь уже, кстати, подключается Франция в 18-м веке Там и французы сверху в нынешней Канаде И местное население не слишком довольна системой налогообложения И таможенными пошлинами И испанцы на юге опять-таки Да Вовремя Кук Да Ну, Гук, это же не сам по себе Да Его туда посылали именно с целью найти еще вот те земли Которые могли бы быть переданы английской короне В противовес испанцам Ну, да По-прежнему еще державшиеся за остатки своего колониального владычества И как компенсация утраты Северной Америки Безусловно Тампер все-таки был в Западной Австралии Да Она действительно С ней нужно разбираться, прежде чем понять, как ее использовать А здесь очень благоприятные места Замечательные Очень Самые лучшие в стране Да И Кук сюда приплыл австралийской зимой Когда климат по европейским понятиям супер благодатный Если бы он сюда приплыл австралийским летом Я думаю, ему бы здесь тоже не очень понравилось А вот зимой Ну, это считайте, как вот у нас такое прохладное лето В нашей вот среднеевропейской широте В отличие от Дампира, который писал об аборигенах Что это самые жалкие люди на самой жалкой земле Какая есть на этом свете Готентоты по сравнению с ним, джентльмены У Кука в его книгах, в его заметках, в его дневниках Аборигены счастливее нас, европейцев Именно в своей вот этой неприхотливости, нищете Они лишены того, что нас заставляют беспокоиться, шевелиться Поиск богатства, накопления Это не годится А вот они живут в том блаженном спокойствии В той вот гармонии с природой Которая нам только снится И вот как раз, если до этого столетия Возможно, Европа действительно Не обращала внимания на Австралию После вот такой негативной оценки Голландцев и Дампира особенно известная То вот как раз куковское восприятие Австралии И ее жителей Как такой страны действительно необыкновенной Страны благостной Страны вот того рая на земле, если хотите Оно как раз и подстегнуло, в общем-то, вот вторую тенденцию В европейской историографии и в европейской литературе Когда дикари, вот там, населявшие какие-то далекие страны Стали представляться существами, ну, несколько высокого порядка Им открыто то, что неведомо европейцам Ну, вообще-то они к этому времени уже изрядно освоили Африку Я имею в виду англичан Ну, о португальцах я не говорю После того, как Васко де Гамо обогнул Африку и доплыл до Индии И почел в городе Кочин, где по сей день находится его могила Правда, останков его там нет Останки на исторической родине Вот, потому что позже за ним приплыли португальцы Сложили в ящичек и увезли домой Но могила там в Кочине осталась Васко де Гамо, тем не менее Вот, осваивали Африку-то они весьма утилитарно То есть, женщины в левый трюм, мужчины в правый трюм И на выпас, на плантации Рабочая сила, рабсила Как их завозили из Африки в Северную Америку В огромном количестве Что, собственно говоря, и повлекло за собой возникновение Афроамериканцев, как они называются в Соединенных Штатах И всевозможных этнических слияний Которые образовались Когда их привезли в Латинскую Америку С индейцами, с испанцами и прочее, прочее, прочее То с аборигенами, насколько я понимаю Эти фокусы-то не очень проходили Абсолютно не проходили Работать эти ребята не хотели ни на себя Ни уж тем более на дядю Я думаю, что просто так нельзя было заставить заниматься тяжелым физическим трудом Смысла которого они решительно не понимали Так же к индейцам Зачем копать землю? Когда и так все есть Зачем кормить животных? Когда и так они бегают в достаточном количестве И так далее Поэтому, да и вообще зачем? Кто это меня может заставить? Меня никто не может заставить Ведь вот психология этого человека Потом надо понимать еще одну вещь Если говорить об африканцах То все-таки уровень культуры африканских племен Которые вывозились в огромном количестве Из Анголы, Камеруна, Нигерии Потом берега Слоновой Кости Где существовали целые такие сборно-приемные пункты По отправке рабов в различные части света Негры африканские знали металлургию Они делали ткань Возделывали землю Кузнечное дело у них было поставлено На достаточно высоком уровне Особенно если говорить, допустим О западном побережье Африки Нигерия та же самая Культура бронзового литья У них фантастическая была совершенно То есть это были скульптуры в полный рост Как в Риме или в Греции А уровень общественного развития аборигенов Был, насколько я понимаю, таков Что они работать не хотели на себя И в принципе смысла работы Как физического труда И некого способа прогресса Они вообще не рассматривали Можно я вас поправлю Когда вы сказали уровень культуры Я могу сказать Уровень технологии Развитие технологии Это раз И соответственно Развитие технологии Всегда дает определенные Иерархии социальных структур При которых Одни люди могут заставить Других Вот когда иерархия возникает Можно заставить Почему были в Зимбабве Допустим эти самые Каменные сооружения И в других местах Крупные какие и так далее Потому что можно заставить Почему можно заставить Потому что существует иерархия И существуют определенные Воинские подразделения Которые могут заставить Здесь этого ничего не было Люди работают Не потому что они говорят Мы хотим поработать А потому что определенные Создаются стимулы Социального порядка При которых Одни люди заставляют других Трудиться на себя Чего естественно Здесь не могло быть Но это не потому что Люди не работали Охота это большой труд Духовная жизнь Это большой труд Духовный Просто эти следы Что ли этого труда Результат этого труда Они так впечатляющие Вот самое поразительное Это что За прошедшее время После того Как там побывал Тасман Дампьер Кук Ничего В отношении Аборигенов К производительному труду Насколько я понимаю Не изменилось По сей день А вы знаете Это психология Мне кажется Еще определенная Вот это понятие Культуры Экологической ниши Они были идеально Приспособлены К тем климатическим условиям В которых они существовали А вот меня вообще поражает Не нужно было Мне поражает Постановка вопроса А труд Труд Физический Тяжелый Физический труд Земледельческий Скажем Это как бы единственная Ценность Но ведь Человеческие общества Разные существуют И у них разные Ценности Вот Физический труд И материальные блага Которые В результате Него получаются Это не Для всех Ценность Вот в этом Обществе До сих пор С этими людьми Доставки не вышли Понимаешь Для них Это не ценность Это не То к чему Они стремятся Вот это и стало Причиной Взаимного Непонимания Европейцев Которые пришли сюда Британцев Которые колонизовали Землю Вот с точки зрения Нашей Да Вот надо обязательно Земледелие Скотоводство Государственность И так далее И аборигенов Которые здесь Жили 40 тысяч лет Не зная Курили бамбук Вот Не зная Никакой государственности Ни земледелия Ни скотоводства И жили прекрасно И они Со своим Вот Со своей культурой Со своими традициями Столкнулись Вот с миром Европы 18 века Они друг друга Не то что не поняли Они даже И понимать То в общем-то Не могли Разделяла их Огромная Огромная дистанция Которую преодолеть Даже сейчас Еще трудно Ее невозможно Преодолеть Не то что трудно Вот когда с этим сталкиваешься Я понимаю Что тут такие вещи Которые просто Невозможно Решить Да То что называется Колыбельная цивилизация И хоть кол На голове чешит Да А тут ведь надо Вспомнить еще одну вещь Поскольку в Америку Возить уголовников Было уже нельзя Англия Страна маленькая Тюрем не напасешься Заключенных Каторжников Стали Рассаживать Просто на барже Пришвартованные В темзе Они все Плодились И плодились Все плодились И плодились Идет промышленная Революция Значит идет Воровство Бандитизм Обнищание Обнищание Да И вот Начинает накапливаться Некая такая Людская масса Безобразников Которую нужно Куда-то деть От греха подальше Или просто Непрекаянных И несчастных людей Ну непрекаянные И непречастные Это хорошо А баржи С уголовниками Вдоль реки Это плохо Потому что Рано или поздно Количество Может перейти в качество И раньше Их можно было Посадить на корабли И отправить Куда-нибудь В тот же Бостон Или Нью-Йорк С большой выгодой Для себя И для перевозчика Да Да и в конечном итоге Для отправленных тоже Потому что Как-то они там Приспосабливались О, вот это не скажите Вот как они там Приспосабливались В Америке В отличие от Австралии Если когда-нибудь Мы дойдем До вот Каторжных поселений Здесь была Очень большая Была большая разница В Америку Каторжников Ссылали с концами Как мы теперь говорим Отправили Из глаз долой Как уж они там Обойдутся Это их проблема Но учитывая опыт Вот этой самой Американской Войны за независимость И революции Каторжные поселения Здесь Основывались На несколько иной основе Война за независимость В Северной Америке 1775-1783 годов Освободительная война 13 английских колоний В ходе которой Было создано Независимое государство Соединенные Штаты Америки В 1776 Была принята Декларация Независимости США По Версальскому Мирному договору 1783 года Великобритания Признала Независимость США Если мы будем сравнивать Много в кого еще Ну это было Немножко позже Уже когда появился Полковник Кольт Вот Но и до полковника Кольта Они как-то очень быстро Интегрировались В общество Убежать в Северной Америке Было куда Беги не хочу А вот здесь Бежать было не Да, здесь особо Не побегаешь И многие бегали И жили там Вот Но давайте вернемся Все-таки к Куку Потому что Мы его до сих пор Не съели Не съели Он только приплыл Ему тут все понравилось Видимо плавание было долгим Он устал Приплыл Тут тепло Решил расслабиться И пооткрывать Австралию заодно Джеймс Кук Британский первооткрыватель И навигатор Родился в 1728 году Кук совершил Три путешествия В Тихом океане И стал первым европейцем Исследовавшим большую часть Его побережья Кук открыл Гавайи И многие другие острова Кроме того Он первым обошел Вокруг Новой Зеландии В 1770-м Кук подошел К восточному берегу Австралии Он открыл залив Названный Ботаническим Ну он выполнял Задание своего командования В общем-то Многие специалисты В этой области Говорят Что вот тот повод С каким он приплыл В Южные моря Наблюдение за прохождением Венеры Через диск Солнца Это было так Для отвода глаз На самом деле В его экспедиции Были ботаники Были гидрографы Были художники Которые заменяли тогда Фотографов Да И собственно Тот же Джозеф Бэнкс Заплатил немыслимую По тем временам 10 тысяч фунтов Стерлингов За право На корабле Эндевор Который сюда приплыл И собственно Первая же бухта Где произошла высадка Кука Была названа Ботани Бэй Ботанический залив Джозеф Бэнкс Ботаник По призванию И по образованию Был потрясен Вот той богатой Той флоры Которую он увидел И той удивительной фауны И в общем-то Здесь Задача была Главная Выполнена Найдена была Новая земля И вот смотрите Как проходила Экспедиция Уже у берегов Будущей Австралии Отсюда Из района Нынешнего Сиднея Сюда пошли Вдоль побережья На север Кстати Вот здесь В районе Большого барьерного рифа Чуть была экспедиция И не закончилась Потому что судно Село на рифы С трудом Его удалось снять Да Ремонтировали Очень долго Слава богу Здесь обошлось Без кровопролитных Особых стычек С аборигенами Затем Они прошли Вдоль Всего континента До северной Его оконечности Мыс Йорк Кейп Йорк И всю Эту территорию Тут же Провозгласили Владением Британской короны Вот тогда же В 70-м году И Застолбили Как новую колонию Пока еще не обжитую Пока еще здесь Никто из британцев Не остался Но эти земли В отличие от голландцев Они тут же объявили своими Ну вообще В этой экспедиции Насколько я помню Кук добежал Аж до Сахалин Это была вторая Экспедиция Это была вторая экспедиция Вернее даже Что-то промахнулся Вторая экспедиция Всего было Три больших Кругосветных путешествий Первое Главное ее Содержание Открытие Австралии Новый Южный Уэллс Так названы Были эти земли Это То Зачем его посылали Вторая его экспедиция В начале 70-х годов 18-го века Изучение Вот той южной земли Вот той самой Которой Птолемей Разрисовал В таких красотах Он ее не нашел Он прошел Самыми южными широтами Вот теми самыми Ревущими Свистящими Неистовыми Спустился вниз Практически До Антарктиды 200 километров Всего не дошел А то паковый лед Ему преградил Путь А на тех кораблях Проблиться было нельзя Видел пингвинов Видел северное сияние И описание Это изумительное Но южной земли Он не обнаружил И это тоже был результат А вот третье Самое последнее Самое трагическое Из его путешествий Это был Поиск прохода Из Тихого океана В Атлантику То, что В последствии Панамский перешейк Ну да Помог Сделать этот проход Панамский канал Был построен В последствии Но думали Что может быть Есть естественный Переход из одного Океана в другую Чтобы не огибать Южную Америку Это слишком долго Хлопотно Да, безусловно Он ничего не нашел Он ничего не нашел Хотя прошел вдоль Побережья Южной и Северной Америки Вплоть до Русской Америки Русских владений И кстати Ему предлагали Поплыть Петропавловск Камчатский Там его бы приняли И дали бы ему Провизии Ну вот говорят Не судьба Вот у него тоже Была не судьба Он поплыл вместо этого На Гавайи Астапа понесло Понесло И вот там-то он и погиб И посъели Он их открыл Не обориген Да, сандвичи острова Он назвал это Их так В честь первого лорда Отбиралтейства Вот Но Там у нас Сложил свою голову Ну да Так что гавайцы Они оборигены Съели кука И то не съели Сейчас даже оспаривается Нет никаких Точных Доказателей Что съели Да, говорят Ну расчленили Зарвали на части Ну подумаешь Расчленили Расчленили Но не съели же Ну кто их знает Может быть и закусил Кто-нибудь В таком случае Отдали останки Вернули Отдали останки Да, и только по шрамам На руках Ну да Определили Определили Что это был капитан А кстати Вот из этой третьей экспедиции Часть коллекций Собранных В Тихом океане Находится у нас В кунсткамере В Санкт-Петербурге Знаменитая Куковская коллекция Великолепно описана Людмила Алексеевна Ивановна Совершенно верно Прекрасная книга Великолепная книга И каким же образом Она к нам попала А после того Как погиб Кук Это был дар Да Остатки его экспедиции Вернулись В Петропавловск-Камчатский И там в качестве Дара за гостеприимство Их снабдили бесплатно Всем Что нужно было Для продолжения экспедиции Русские поселенцы Они передали Часть вот этих находок Уникальные Эти шлемы Похожие на древнегреческие Украшения Балайские Да, да, да Плащи Так что вот Часть Куковских находок У нас в стране Пожалуйста Можете с ними Ознакомиться Посмотреть Воочию После Кука Начали завозить Полит И не полит Катаржан В первую очередь Конечно Уголовников Там полит Было очень мало Там процентов Нет Там достаточно было много Но это уже был 19 век Когда сюда Стали ссылать ирландцев Ну да Ирландцев Борцов за гомороль Вот этот вот Самоуправление Ирландии И вот тогда Действительно Здесь попадали И протестанты Из Шотландии По религиозным мотивам Ну можете их Политическими называть Можете как хотите Первых Катаржан Привезли Где-то Лет через 10 После Кука В 88-м году 1788 год Это день Год образования 8 лет По сути 8 лет Нет не 8 70-й год Когда он первый раз Да 18 А да 18 лет То есть Буквальный эпизод А после этого Уже качество Освоения Австралии Радикально изменилось Насколько я знаю Капитан который Привез первую порцию Ему не понравился Не понравилась Бухта Где он пришвартовался И он начал искать Другое место Собственно говоря Вследствие чего И возникло Первое Катаржное поселение Не совсем там Где ему Это велелись сделать Дело в том Что вот этот Ротани Бэй Названный Джозефом Куком Он первоначально Планировался Как место Организации колонии И Джозеф Бэнкс Как раз принимал Самое активное участие И выступал В парламенте британском Организуя эту экспедицию Составлял списки Нужных вещей Семян Там я не знаю Ну все вот Досконально входило Во все 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 детали Так что ему тоже Мы можем сказать Спасибо большое За то что Австралию Все говорят Безусловно Вот И растение Бэнксия Это Вовсе не аборигенное Название Как тут я слышала По телевизору Это в честь Джозефа Бэнкса Который первый Описал из европейцев Это растение Уникальное Эндемик Австралийский Один из многих Так вот Как раз Джозеф Бэнкс Он предлагал Ботани Бэй Но когда Артур Филипп Губернатор первой Каторжной колонии Приплыл сюда Он увидел Что для судовой стоянки Не очень удобно А вот порт Джексон Правильно вы сказали Более удобная гава Наверное Более глубокая Защищенная от ветров И вместительная Ну да Писали что там может Укрыться от бур И ветра До тысячи судов Одновременно И в перспективе Бэнкс как раз видел Здесь не каторгу А он говорил Что Лорды Господа Вы можете Начинать с чего угодно Но эта страна Настолько обильна Хороша И перспективна Что здесь Можно устроить Новую колонию Новую Америку Джеймс Маттер Еще один Так сказать Прожектор Из английских Лоялистов Кстати сказать Северной Америки Он вообще сюда Предлагал Поселить Не каторжников А жителей Американских колоний Оставшихся верными Британской короне И прислать их сюда Вот Новая Америка Пожалуйста Новая Британия Форпост В Южных морях И так далее И тому подобное То есть здесь планы Это были Несколько иные Громадье Громадье А чем занимались Каторжане Коль скоро Заниматься Это было особо И нечем Они должны были Расчищать Землю Под поля Выживали Выживали Предполагаю Что они сразу Займутся Сельским хозяйством Но их плохо Снабдили У них не было Чем даже Рубить И обрабатывать Эту землю И в сочности Они очень долгое время Зависели от того Что им привезут Из метрополии Даже здесь Не в том Что они плохо Были снабжены Снабжены Они были неплохо И семена По дороге Покупали И продукты Но плавание Это было Посмотрите-ка Из Атлантики Вокруг Африки Через Индийский океан И в Австралию Продолжалось оно Почти год За это время Часть заключенных Умерла И часть Народилась И когда они сюда Прибыли Половина была съедена Половина Оставлена Семена Климат Совершенно другой Почвы другие Возможно Аборигены И занимались Сельским хозяйством Потому что Здесь это Как сами англичане Впоследствии писали Чтобы быть богатым Фермером В Австралии Надо быть изначально Богатым человеком До сих пор Вот мои друзья Кто занимается Огородничеством И сажает Европейские культуры Вынуждены Применять здесь Огромное количество Особых удобрений Почва Не годится Для европейских Растений Ее надо Специально Подготовить Для этого И первые же Семена Которые На этих полях Каторжники Попытались высадить Они просто Здесь не взошли Большая часть Австралии Лежит в тропиках Сезонные колебания Температур Проявляются Главным образом Во внутренних районах Тропического пояса И в субтропиках Самый жаркий район С январскими температурами Выше 40 градусов На северо-западе страны Абсолютный максимум Температур 53 градуса Наблюдался в Квинсленде Абсолютный минимум Температур Во внутренних районах Австралии Составляют До 5 градусов Мороза Морозы устойчивы Только в австралийских Альпах Где отмечены Температуры До 22 градусов Ниже нуля Каторжники Где-то напоминали Аборигенов По психологии Нас сюда посадили Отсиживать срок Мы здесь не работали Приехали И заставить их работать Можно было только Жесточайшими мерами Артур Филипп Один из действительно Выдающихся В общем-то Деятелей своего времени Хоть он и сыграл Крошечную В мировом масштабе роль Но это была светлая личность Действительно Вот так же как Кук И этот человек был Человеком высоких Духовных идеалов Он пытался как-то С убеждением Примером действовать Это не тот контингент Приходилось и палачей И порку И жесточайшие методы Здесь применяли Чтобы заставить Этих людей работать И третий момент Среди первых Каторжан Вот этой первой флотилии Не было ни одного фермера Ни одного ремесленника Ни одного человека Который хоть что-нибудь Понимал В обустройстве жизни Зато бандитов Вы забили Здесь были мелкие Воришки И проститутки Я прошу прощения Потому что В общем-то Ссылали туда Вот такой мелкой Атребии И сроки Каторги были Семь лет Это Небольшие Ну понятно Было ни сладко А там еще Кто как Ну и как же Они выходили Из положения Стали выводить Специальные сорта Картошки Они ждали Продолжение Из Англии Полностью От этого Завесили Потому что Им привезут На кораблях Да Первые два года А потом тот же Артур Филипп Слезно просил Адмиралтейства Министерства по делам Колонии Прислать сюда Свободных поселенцев Их было очень мало Никто не хотел ехать Колония бесчестия Для благородного британца Поселиться рядом с каторжниками Простите уж Если забегать вперед Потом Были по 20 лет Сражались люди Свободные поселенцы За то Чтобы не быть зависимы От каторжных поселений Мы свободные люди А не каторжники И слали в Австралию Тоже очень долго И напряженно наборолись Уже те Кто приезжал сюда Свободные люди Но ведь Дело в том Что в Австралии Вообще сельское хозяйство Было Стимулировано Овцеводством Как только было ясно Стало ясно Что там прекрасно Совершенно Разводятся овцы И горбошерстные овцы Становятся мереносами Целковистой шерстью Прекрасно Только тогда Это стимулировало Развитие земледелия И зерновых И так далее До зерновых Это еще долго Это минимально Они пытались Самый час зерновые Выводить По-настоящему Ну и как-то Это двинулось Вперед Только после того Как выяснилось Что овцеводство Овцеводство Это огромное пространство Земли Захватываемое Почти без контроля Ну да Австралийская баранина По сей день Славится своим качеством Потом у них Кроликов стало много Ну и вот этих Вот этих вот Овцеводов Надо было кормить И тогда И только тогда Действительно По-настоящему Стало развиваться Производство земледельческое Ну вот первые два года Они питались консервами Которые привозили Из Британии Не только Из Джакарты Вот той же Баталии Ну да Ну то что поближе С Капской колонии Вот где-то организовали А что через два года Что им удалось вырастить В конечном итоге А вы знаете Репу, фасоль, картошку А не пшеницу пытались? Нет Ну с самого начала пшеницу Но не получалось Нет Ну как не получалось А потом стало получаться Сады Ну в общем пшеница-то росла Там как раз Все-таки приспособились Уже через семь лет Появился первый Национальный герой Австралии Фермер Который собрал больше Чем посеял И вот в результате Шаг за шагом Действительно здесь Стало развиваться И земледелие Садоводство Огородничество Сначала То есть мелкие участки земли Можно было обработать Тем более что климат В этой зоне Юго-Востока Благостный Да Более благостный Чем скажем В других территориях Австралии И вот эта вот Полуавантюрная высадка Каторжников Действительно Отправляли Не знамо куда Не знамо что В общем мне кажется Она была тоже Обусловлена не только Американским Так сказать Вот прецедентом Не только тем Что вот Благоприятное впечатление Оставила эта земля В душах Кука И Бэнкса Но и Конкуренции Французов Тот же Бугенвиль Не прошел сюда Только потому что И не открыл Австралию В 1766 Еще году Большой барьерный риф Его остановил Корабли могли сесть На мели Он просто благополучно Развернулся И уплыл подальше Не увидев даже Побережья Лаперус Знаменитый Лаперус Через несколько дней После высадки Британцев Уже вот В 1788 году Приплыл сюда же Приплыл сюда И первое Что его спросил Губернатор Филипп Не собираются ли Французы Здесь обосноваться Вот на что Вежливый француз Сказал Нет месье О чем речь Мы уплываем И уплыл таки Забрав с собой Двух хорошеньких Катаржанок Французы Они видимо И в южных морях Французы Жан Франсуа Лаперус Французский морской офицер И первопроходец Родился в 1741 году Поступил на службу Военно-морской флот Франции В 1756 Французское правительство Направило Лаперуза На поиски Северо-западного пути Ему предстояло Исследовать просторы Тихого океана В качестве командира Судов Астролябия И Буссоль Экспедиция пересекла океан И у побережья Азии Открыла пролив Между Сахалином И Хоккайдо Названный в его честь Лаперуз побывал На Гавайских островах В Макао И на Филиппинах В 1788 году Лаперуз посетил Бухту в Новом Южном Уэльсе Австралия Где экспедицию Видели в последний раз Попытки В общем-то Французов Освоить этот континент Еще одна страничка Вот такого вот Конкуренции Вокруг Австралии Очень любопытная С одной стороны Вроде бы Страна ничья Да Вот только Восточная часть Застолблена за Англией А остальные части Пока неизвестны И что это Единый континент Или два разных Новая Голландия И Новый Южный Уэльс Тоже никто не знает Ну да Составление карты Австралии Все еще было не завершено Совершенно верно И вот задачи Первого губернатора После Артура Филиппа Было как раз Исследование Пока еще Береговой линии Австралии И завершил ее Уже в 19 В начале 19 века Мэтью Флиндерс Еще один Совершенно потрясающий Человек Знаковая фигура И не характерная В общем-то Для своего времени Вот романтик Чистой воды Который действительно Пожертвовал многим И в конечном итоге Жизни Своей здоровьем Ради того Чтобы объяснить миру Что Австралия Это действительно Южная земля Собственно Название Австралии Это его Мэтью Флиндерса Предложение Ну да Вот Он обошел Со своим другом Джорджем Бассом Сначала вокруг Земли Ван Димина И доказал Что это отдельная часть Австралии Басса В пролив Совершенно верно Затем Затем Обследовал Южное Побережье Австралии Дополнив Карты Голландцев А затем Прошел Вокруг Континента И вот тогда Стало ясно Что такое Австралия Что это Единый Массив Суши Новый Южный Уэллс И Новая Голландия Наконец Приобрели Свои Реальные Очертания И вот тогда Уже можно Было Говорить О том Что делать дальше Исследовать Глубь Материка Или оставить Как есть Но После этого Британская корона Уже заявила Права на всю На всю И вот Я поговорила Что с моей точки зрения Высадка Катаржан Это была очень большая Политическая авантюра Сначала обходились Трудом каторжников Обходились Трудом каторжников Потом Приток Свободных Иммигрантов Организовали Специальная теория Была разработана Уэйкфилдом Теория систематической Колонизации Сам Карл Маркс В Капитале О ней писал Что такое Забросить было сюда Людей среднего достатка Без слуг Без рабочих И опять-таки Каборигенам Которые тоже Совсем не хотели Отдавать Не пойми Откуда свалившись На их головы Людям Свои Охотничьи угодья В результате К сороковым годам Они взмолились Остатки Вот здесь Тех кто Все-таки Сохранил Свои владения Не удрал Отсюда При первой же возможности Взмолились Дать им каторжников В качестве Рабочей силы Наше время подошло к концу До встречи в программе Сейчас истина На канале 365 Через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин